Доброго времени суток! Вот такой материал был по ссылке. Вместе с золото содержащим материалом. Золото содержащий я переработал. Кое-что и себе заработал там. Какие-то проценты. Но вот только вот такой материал, именно по серебрёнку, я не беру на переработку. Чтобы все знали, кто там желает переработать, перерабатываете сами вот такое. Притом очень разные. Вот такое вот контакты я перерабатываю. Беру на переработку за определённый процент. Мы потом договариваемся, когда я вижу фотографии. Но никогда просто так не озвучиваю, сколько процентов я беру за работу свою. Так, ну рассмотрим, какой здесь материал. Это я взял из-за того, что я переработал золото содержащий материал. И там я кое-что заработал. Имею какую-то прибыль оттуда. Но вот с этого материала я абсолютно ничего не буду иметь. Всё пойдёт, абсолютно всё пойдёт на кислоты. И на мою работу, на здоровье, на всё такое и прочее. Ладно. Вот это разъёмы СНП. 205 грамм. Ну, здесь разный материал. Вот 412 грамм. Вот здесь 412. Это 5-2К. Их смешивать не надо, потому что вот эти пружиночки, назовём их так, ну, подвижные контакты, они пожирнее. Там серебра больше. А вот на этих неподвижных штырьках там 3 минуты, и меланж скушал, забрал на себя серебро. Там очень мало его, этого серебра. Ну, это экраны для контуров были. Они тоже проверял. Вроде бы есть такая слабенькая посеребрение. Имеется это. Эти иглы какие-то. Не знаю, с чего они. На них припоя множество. Там вот сколько припоя. Ну, здесь вот. Сейчас разберёмся. Вот магнит. Вот, ближе, вот так. Магнит 10 грамм, вот. Не магнит. Вот, сейчас посмотрим. А, наоборот. Магнит вот 16 грамм. Вот здесь 16 грамм. Здесь не магнит 10 грамм. Вот с этой ерундой какой-то. Ну, это РС-9. Ну, это видим, что на МИДе. И на МИДе. Вот 38 грамм здесь. Вот это я сейчас буду закидывать в стакан. И полностью всё растворять. Много кислот пойдёт. Потому что вот медь, она на себя сразу берёт. Нужно контролировать. Потому что, если пропустил, азотка закончилась. И начинается осаждаться. Растворённое уже серебро начинает осаждаться на медь. Поэтому нужно сильно всё это контролировать. Много кислот заливать, азотки сразу, чтобы... В общем, проблемно. Всё проблемное вот это. Вот такая ерунда была. Я такое, конечно, прорабатывать не буду. Ладно. Это всё меланж. Сейчас подготовлю посуду. Реакторы, так называемые. И будем работать. Вот такой фронт работы будет. Вот два реактора. СНП. Здесь всё такое разное. Это уже на потом. Когда здесь смою серебро. Потом уже загружу сюда. Вот это всё остальное. И залью вот этим же... Вот этими растворами остальное. На плитке вот контакты будут растворяться. Там уже залито водой. Ну, а сюда залью серную кислоту сейчас. И подожду немножко, помешаю, чтобы обезжирить вот это всё. Вот эти контакты нужно обезжирить. Ну, то есть, не контакты, а по серебрёнку эту. Там всего может быть и лап может быть, и всё прочее там. Конечно, от припоя я освобождаться не буду. Это уж слишком дорого получится для меня. Итак, серная кислота дорогая. Я сейчас... У меня есть полтора литра. Сейчас волью, не знаю, сколько войдёт. И затем уже азотную кислоту волью. И посмотрим за процессом уже. Включу вентиляцию. Ничего комментировать не буду. Просто покажу. Литр вошло серной кислоты. Сейчас помешаю, подожду немножко. И затем возьму 200 миллилитров где-то, возможно, 250. Даже можно и 300 миллилитров азотной кислоты использовать. Потому что она у меня 56 процентов имеет. А надо, чтобы было 70 процентов. Серная кислота где-то 96 процентов имеет. А азотка у меня только 56. Так что я использую азотки где-то 300 миллилитров. Вот на... На всё это, наверное. Ну, а сюда не знаю, сколько пойдёт. Сейчас перемешаю, ещё подожду. А затем буду вливать азотку. Вот такое вот. На этой посеребрёнке. Лак и всё там. Такое и прочее. Здесь тоже. Ну и... Азотная кислота. Вливаю. И включаю и вытяжу. Азотная кислота. Азотная кислота. Ґщик physicians医 обоám. Сейчас буду вливать кислоту Фильтрую растворенные контакты Фильтруется очень плохо Потому что там припой Вот они, эти контакты растворенные уже И вот он хлорид Из посеребренки Стакан на 3 литра Я этот хлорид уже промываю И сейчас залью туда аммиак Растворю его И буду осаждать гидрозингидратом Вот такой хлорид Растворенный аммиаком После меланжа Вот что там бывает И жиры И краска И лак Все оно туда уходит В этот хлорид Ну и аммиак вот растворяет И осаждает Затем еще фильтрация Вот это вот с контактов Хлорид Уплотняется Садится Промывать буду И тоже залью аммиаком И сравним Вот здесь такой Хлорид растворенный аммиаком Ну а здесь увидим Ну и вот для сравнения Это контакты были Растворенный хлорид аммиаком Вот такой цвет Это медь здесь остается Да Сколько не промывайте Этот хлорид Хоть и 20 раз Он все равно там останется Ну то есть Медь останется там А вот Когда мы будем Осаждать Вот с такого раствора Аммиачного Серебро Гидрозингидратом Так это медь останется В растворе Так и останется Упадет чистое серебро Чистейшее серебро Упадет после гидрозингидрата Из аммиачного раствора Ну сейчас сделаю фильтрацию Фильтрацию Наверное буду делать В общую посуду Начну вот С этого раствора Возможно придется Фильтр менять Посмотрим Что там останется На фильтре Если что-то Даже Проскочит Да Останется Что-то там В растворе Вот эта муть Коричневая Она все равно Не упадет В осадок серебра После гидрозингидрата Останется В растворе Так что Займемся Сейчас Фильтрацией Вот такой Остается на фильтре И такой раствор Осаждать буду Отдельно Сейчас этот Буду фильтровать Этот на плитку Останется на фильтре Останется на фильтре Все Все Оранжевое Так и оставалось В растворе Слив его Затем Покипятил Вот этот Осадок И вот Чистенький Здесь вот так Вот тоже Когда кипело То синевая Незаметно было А сейчас остыла Вот она Синева Медь В растворе И еще Нужно покипятить Вот этот Осадок Какой красивый Затем Плавить Ну Раз уже Сделал По отдельности Вот эти Растворы Значит И Сплавлю По отдельности Узнаем Сколько С меланжа Получится Серебра И сколько Вот с контактов Вот оно Чистейшее Серебро Вот это Меланж Сейчас Весим Вот такой Вес 25 И 4 Можно Сказать Да И 33 Вот С контактов Разные Контакты Были И В общем Вот такой Вес 28 600 Чистого Серебра И от Буре И от Разных Примесей Вот Сверху Такое Оно Мутноватое Как всегда Снизу Красота Так Ну И Какой итог Серная кислота У меня По 200 Гривне Получается Потому Что Я Она Частным Лицам Запрещена И Приходится Платить Вот Так Ну Такую Сумму За литр Серной Кислоты Концентрированной Она Мне Обходится В 200 Гривен Ну С доставкой Совсем Там Азотная Кислота Конечно Дешевле Намного И Литр Ушло Азотной Кислоты На Весь Этот Процесс Переработки 90 Гривен Получилось Я Посчитал Аммиака Ушло Полтора Литра На 130 Гривен Получилось Ну Итог Там Получается Что Там Еще Фильтра Газ Посуда Все Такое Прочее И Получилось Где-то На 500 Гривен Вот Расходников Только Расходников Было На 500 Гривен В Итоге Я Абсолютно Ничего Не Получил За Работу Все Пошло На Кислоты То Что Мне Полагается Какие Проценты Все Ушли На Кислоты Вот Такой Заработок От Этого Серебра И Особенно От Посеребренки Если Были Одни Контакты Там Можно Было Что То Заработать Ну И Зол Золото Золото С посылки Конечно На Золоте Я Что То Имею На Кислоты Ушло И Мне Какая Копейка Вот Такой Вес 13 Это Уже Я Почистил Вот Такой Слиточек Красавчик Ну Вот 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 И Все На Этом Такая Была Переработка Всем Добра И Удачи Всем Пока